Ах, старые добрые дни моей геймерской молодости! Crash Bandicoot, Warcraft 3, Первый Starcraft, Первая Mafia, Diablo 2, Resident Evil 2 и 3... Сколько замечательных игр осталось в далёком прошлом. По крайней мере, так я думал, пока их всех не выпустили снова в последние несколько лет. Так ещё названия для всего этого придумали. Ремастеры, ремейки, рефорджи всякие. У разработчиков там идеи для игр закончились, что они все на второй круг зашли. В общем, располагать поудобнее, пришло время и нам разобраться в этой эпохе переизданий. Начну с того, что создание улучшенных версий уже выпущенных игр — ни разу не новое явление. Один из самых известных ремейков до того, как мир задумался над этим термином — это Ultima 1, The First Age of Darkness. Ну, по крайней мере, известных, если вам этак за сорок. Вышедший в 1980 году оригинал, который назывался просто Ultima, был написан на бэйсиксе с частичным использованием ассемблера. Игра стала крайне популярной и получила несколько сиквелов. Затем в 1986-м Ultima полностью переиздали на ассемблере, благодаря чему она получила повышенную скорость работы, улучшенную графику, новый контент и громоздкий подзаголовок. Это далеко не единичный случай. Если обращаться к чему-то более знакомому, то стоит вспомнить тайтл эпохи 8 и 16 бит. Так, первые части Mario, которые вышли на NES, были перевыпущены буквально на следующую же консоль — Super Nintendo. При этом игры получили улучшенную графику и звук, поэтому обычными портами их считать уже не получается. А сейчас жалуются, когда тайтлы с PS4 сразу дорабатывают для PS5. Другой пример — Super Castlevania 4, которая являлась полноценной номерной частью, но по факту была ремейком первой кослы. И это в 1994 году, задолго до всего ретро-хайпа. Естественно, в те времена эта тенденция не обосновывалась ностальгией или попытками реанимировать забытую серию. Тогда технологии задавали границы возможностей разработчиков. Обратная совместимость платформ была ещё более страшным словом, чем сейчас для компании Sony. Из-за этого простое портирование нередко оборачивалось повторной разработкой, а там уже, хочешь не хочешь, но приходилось вносить улучшения в новый вариант игры. Тем не менее, то, что в геймдеве всегда любили возвращаться к уже выпущенным проектам — факт. А вот целая куча разных обозначений для таких переизданий появилась далеко не сразу. Как правило, раньше обновлённая версия просто получала расширенное название, как было с ультимой. А сейчас в каждой новости о том, что кто-то из разработчиков сказал «Всё фигня, давай по новой» — появляется очередной размытый термин. Даже сразу и не поймёшь, чего ждать от будущего релиза. Так что, извините, минутка академической терминологии, постараюсь сделать покороче и поинтереснее. Самое частое, с чем сталкивается современный геймер — ремейки или ремастеры. Здесь всё встаёт на свои места, если обратить внимание на буквальное значение этих английских слов. С такой точки зрения, ремастер — это что-то обновлённое, или, проще говоря, та же игра в новой обёртке. В ремастерах можно встретить улучшенную графику, обновлённую музыку и тому подобное улучшение, но геймплей обычно остаётся таким же, каким он был в оригинале. Важно заметить, что переход на другой движок или разработка с нуля сама по себе не значит, что перед нами не ремастер. Ключевая штука в том, какой игровой опыт несёт переиздание. Идеальной иллюстрацией этого является StarCraft Remastered. В нём полностью обновлена графическая и звуковая часть, но в настройках буквально есть кнопка «Вернуть как было», отправляющая нас в почти неизменившийся в плане восприятия оригинал. При этом сохранены даже баги в поведении юнитов. Их могли бы пофиксить, но это бы вызвало изменения в балансе. А столь старая кибердисциплина не может себе позволить необдуманное расшатывание игрового процесса. Или вот недавно вышедший Crysis Remastered. В плане геймплея, багов, сюжета, в общем всего, чем нам запомнился Crysis, он всё тот же, каким вышел в 2007 году. А вот, например, освещение, воду и текстуры заметно подтянули. Правда, с одной стороны, полигонов в модели не доложили, благодаря чему всё выглядит красиво, но всё-таки угловато. А с другой, это тоже прекрасно воссоздает ситуацию из прошлого, когда ты сидишь холодным зимним вечером, а комната обогревается теплом твоего любимого компьютера. А тот, в свою очередь, из последних сил пытается работать всё с тем же движком CryEngine 3, что и 10 лет назад. Именно благодаря этому картинка выглядит обновлённой, но не компьютер с точки зрения движка, не вы с точки зрения игрового опыта изменений от подзаголовка Remastered не дождётесь. А вот Remake — это отдельная игра, сделанная на основе уже выпущенного проекта, и в нём как раз стоит искать геймплейные отличия. Ремейк может даже не иметь полное обновление той же графики. Но вот, скажем, редизайн уровней, чтобы они стали интереснее, уже переводит проект из ремастера в ремейк. Игровой опыт меняется, а значит, это два разных проекта. Здесь в качестве примера можно взять Final Fantasy VII Remake. Она является самостоятельной игрой, в основе которой лежит оригинальная седьмая финалка. А так как вся разработка велась заново, то вполне логично ожидать значительные изменения в геймплее, графике, да даже в сюжете. В качестве примера другого рода можно рассмотреть Казаков 3. Несмотря на то, что эта стратегия опирается на первую часть серии настолько, насколько это вообще возможно, она всё-таки является не обновлённой версией оригинала, а отдельным проектом. Игровой опыт при всём желании нельзя назвать тем же самым, хотя бы из-за кривого исполнения и полного ребаланса всего и вся. Поэтому я не могу сказать, что это ремастер. С другой стороны, она слишком тщательно воссоздаёт то, что мы видели в «Казаках 1», чтобы не повесить на неё клеймо ремейка, как и сделали в большинстве обзоров. Дальше больше. Есть такой вид переиздания, как «Готи», он же «Game of the Year», он же «Игра года». Обычно это просто сборник, в который в честь получения одноимённой награды докинули все DLC, и может быть саундтрек или дополнительные материалы. В качестве иллюстрации здесь «Red Dead Redemption» – «Готи» издание, которого щедро завалило нас контентом. На самом деле, к сегодняшней теме это явление не слишком относится, но я решил упомянуть его в контексте следующего вида переизданий – «Definitive» или «Enhanced». Собственно, в проектах с такими подзаголовками тоже можно ожидать DLC, дополнений и прочие плюшки, созданные после релиза. Но при этом оригинальная игра тоже получает ряд изменений, что делает её эдким ремастером на минималках. Вот взять «Age of Empires 2 Definitive Edition». Это типичный ремастер. Взяли старую добрую стратегию, проапгрейдили её графику до современного уровня, добавили к ней все дополнительные кампании с новыми цивилизациями, и «Definitive» готов. Аналогично ситуация обстоит и с дополненным изданием Ведьмака 1, которое на английском называется именно «Enhanced». В сравнении с оригиналом эта версия может похвастаться дополнительной озвучкой, субтитрами, жестами у персонажей, кучей всяких технических и интерфейсных улучшений, а также новыми приключениями на несколько часов. Если же исключить из этой формулы DLC, то такие издания чаще всего получают подзаголовок HD. Та же Age of Empires 2 до «Definitive» получила HD-версию, которая имела только более скромное улучшение графики. Но для разнообразия взглянем на Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. В своё время возвращение третьих героев нехило подожгло пукан фанатов, потому что в игру добавили перерисованные спрайты, поддержку высокого разрешения и... всё. Настолько всё, что HD-издание включало только базовую версию под названием «Возрождение Эрафии». Хотя даже на моей памяти без дополнений, ну вот вообще никто не играл. Но, к сожалению, с исходным кодом дополнений возникли проблемы, поэтому у разработчиков получилось вернуть героев только в таком виде. И ещё одна важная категория, о которой стоит поговорить — переиздание с подзаголовками, содержащими игру слов. Примеров достаточно много, навскидку это Diablo 2 Resurrected, Spyro Reignited Trilogy, Черепашки-ниндзя, Turtles in Time Resheld. В общем, куча всего срев названиями и не только. Сюда же можно отнести нейтральное название вроде Rebirth или Anniversary. Все они звучат красиво, но с такими названиями есть проблема. Дело в том, что при анонсе очень сложно понять, что же ждать от будущей игры. Например, когда на E3 2017 года показали первый трейлер Crash Bandicoot. N-Sane Trilogy начались споры о том, что именно сделают в переиздании, от чего зависело, как будет более правильно его называть. Я бы сказал, что ситуация до сих пор спорная. Чаще всего трилогию называют ремастером, но и ремейком её назвать вполне можно. Дело даже не в том, что это созданная заново игра, а непростое подтягивание графики оригинала. Разработчики самую малость изменили физику персонажа, из-за чего Bandicoot пришлось осваивать заново даже при наличии кучи лет стажа в перепрохождении всей трилогии. Да, мои вкусы немного специфичны. И вот вы сейчас сидите и думаете, а в чём, собственно, смысл всего этого? Сидит тут, насочинял сам все терминов, а потом жалуется, что кто-то там в них не вписывается. Ну да, но вообще-то нет. Дело в том, что во всей этой геймдев-некромантии есть два важных нюанса. Первый заключается в том, что вы, как разработчики, должны определиться, а что, собственно, хочется сделать. Иногда бывает, что лучше оставить проверенный временем геймплей и контент на месте. А вот мыльные текстуры пора бы подтянуть. Вот взять HD-переиздание трилогии Tomb Raider на PS3. Оригинальные Legends, Anniversary, Underworld были отличными играми, практически тремя Uncharted своего времени. Но вот графика успела слегка устареть. В таком случае вполне уместен подход, при котором разработчики улучшают уже выпущенную версию игры с помощью текстур, моделей и других элементов графики. В случае с Tomb Raider использовали ассеты портов на ПК и Xbox 360, которые сами по себе были вполне хороши. А благодаря проведённой работе и вовсе создают впечатление лучшей из всех существующих версий игры. Правда, иногда это может приводить к неприятным ситуациям. Если сравнить тот же Tomb Raider trilogy с регналами на PS2, можно заметить, например, отвалившиеся анимации глаз у персонажей. Отключённые эффекты размытия в HD-версии Devil May Cry порой выдавали совсем уж откровенное пиксельное шоу. А провальный ремастер Silent Hill 2 и 3 разве что ленивый не пнул. Не, ну, так-то было за что. Оставить Silent Hill без тумана — это ещё додуматься надо. Справедливости ради стоит напомнить, что авторам данного шедевра пришлось работать с неполным исходным кодом обеих частей. Видимо, в Konami его не посчитали достаточно ценным, чтобы сохранить. Подумаешь, какой-то Silent Hill. Но я всё же к тому, что даже натянуть новые текстурки да увеличить разрешение бывает не так уж и просто. Тем более всё сложно, когда старая игра хороша, однако в текущих реалиях просто не сработает. Затасканный всеми, но действительно показательный пример — ремейк второго Resident. Оригинал был шикарным, он в меру пугал, в меру захватывал экшеном, в общем, даже сейчас его можно с удовольствием пройти. Но вот представить, что кто-то на серьёзных щах выпустил в 2019 году игру, в которой можно идти только вперёд, вращая персонажа вокруг собственной оси? Ну вот и Capcom не смогли представить, поэтому чисто внешне обновлённый второй Resident может внезапно напомнить четвёртую часть серии. Однако, что касается игрового опыта, то тут попадание в яблочко. Подумал я, улепётывая от очередного зомби с нулём патронов, потому что ничему с 1998 года не научился. И вот это всё сработало потому, что разработчики верно поняли, что старая игра с PS1 была хороша уж далеко не своей угловатой графикой или топорным управлением. А значит, что ремейк может себе позволить целиться в зомби так же, как в четвёртом Resident, пугая при этом на уровне второго. Возвращаясь к тому, с чего я начал, второй нюанс, с которым неизбежно столкнётся разработчик переиздания, это представление своего проекта публике. Если в студии всегда можно сказать, «А знаете что, у нас тут уже и не ремастер вовсе, а ремейк», то на коробке с диском придётся что-то написать. Самое жуткое, что именно эта надпись и задаст первое впечатление от вашего проекта. Ожидание потребителя? Проблемы потребителя, скажет глупый издатель и отправит игру на дно метакритика. Самое время ещё раз поговорить о Warcraft 3 Reforged. Уверен, вы любите эту тему. Возможно, сейчас прозвучит непопулярное личное мнение, но Reforged — это хороший ремастер. Оу-оу-оу, уберите руки от дизлайка и позвольте объяснить. Давайте на секунду представим, что Blizzard выпустила ту же самую игру, которую мы видим сейчас, но без всех издательских ошибок. Допустим, есть альтернативная вселенная, в которой тоже есть Reforged, но без демки Стратхольма, тонны обещаний, кривой версии для публичного теста и всего прочего. В идеале, вместо Reforged, там написано Remastered, что мы по факту имеем — новую графику, сделанную не то под реалистичность, не то под современные проекты вроде WoW или Heroes of the Storm. Да, она непривычная и даже немного мешает различать юнитов, но вы только посмотрите на эти детализированные модели демонов Пылающего Легиона. Загляденье же! Переделаны карты, которых могло быть больше, чем три штуки на кучу компаний. Однако это был неожиданный и приятный сюрприз. К слову, еще одним сюрпризом стало возвращение карты с демо-версии Warcraft 3, в которых Трал наткнулся на Мурлоков и тизер будущей расы Наг. Блядь, Мурлоков хотел второй раз пришли. В которых Трал наткнулся на Мурлоков и тизер будущей расы Наг. Если чё, я в курсе, что они лежали в оригинальном Frozen Throne, но здесь их сделали частью пролога с озвучкой, с правильной моделькой Наги. Красота же! Кривой Батлнет, куда уж от него деваться. Впрочем, это всё ещё не попытки поиграть по горене. А ещё персонажи в катсценах разговаривают и даже иногда шевелятся. Напоминаю, что той самой заставки из Стратхольма в нашем эксперименте не существует. В общем, мне всё же кажется, что Reforged сам по себе можно назвать хорошим ремастером. Как минимум, он дал повод снова добраться до проклятой ледяной табуретки и снова раз за разом проигрывать Иллидану, потому что я терпеть не могу последнюю миссию с обелисками. К несчастью, альтернативных вселенных не существует, поэтому мы имеем Blizzard, кричащий про полное переосмысление игры, про полностью переделанные ролики и вообще «несите 1200 рублей». А всего-то стоило не выпендриваться, а вместо этого честно сказать, что «вот, новая графика, новые баги и немного улучшений геймплея». Именно поэтому для разработчиков важно не путаться самим и тем более не путать игроков. В этом плане забавная история произошла с Resident Evil HD Remastered. Сначала вышел самый первый Resident, и он точно так же, как и второй, был хорош для своего времени. Затем эксклюзивно для приставок GameCube и V вышел его ремейк. Он тоже назывался просто Resident Evil, что на самом деле отдельная головная боль для игроков. Лично мне до сих пор приходится уточнять, какой именно Tomb Raider, когда я говорю о приключениях Лары. И вот уже этот ремейк перевыпустили на современных консолях с подтянутой графикой. Сразу скажу, что игра выглядит отлично, и я могу её посоветовать всем любителям жанра. Но вот от названия Resident Evil HD Remaster ждёшь явно чего-то не настолько радикального. Конечно, если заранее не знать, что это ремастер ремейка, а не игры 96-го года. Примерно этим же меня сильно смутил анонс переиздания GTA, что по большей части стало главным поводом побомбить в этом ролике. Все возмущаются о цены или мультяшной графике, которая в оригинале, честно говоря, совсем нереализмом отдавала. А вот я нашёл другой повод прикопаться. Итак, уважаемый рок-стар, я знаю, что вы смотрите все наши ролики, так что наверняка и этот глянете. Какого, спрашивается, хрена, трилогия GTA называется Definitive Edition. Вы, блин, делаете обычный ремастер оригинала с переездом на Unreal Engine, насколько я могу судить. Кроме того, ни к одной из, скажем так, третьих GTA не выходил дополнительный контент, чтобы добивать издание до Definitive. Конечно, я могу чё-то не знать, вдруг они туда хот-кофе закатают в качестве DLC, но есть ряд сомнений. Оттуда и справедливое недовольство тем, что за ленивую поделку на уровне модов просит 4000. Ещё бы все были довольны, когда вы показываете, как лёгким движением руки Томми Версетти становится графонистым щекастым парнем в расцвете сил. Ладно, чё-то я совсем разошёлся. Тем более, что всё равно же куплю. Игра-то хорошая, да игру в Стрит сам себя с колен не поднимет. Собственно, это вот то самое лучшее, что есть в переизданиях. Возможность вновь прикоснуться к старым шедеврам, притом без ощущения мыла в глазах. Вот взгляните только на Diablo 2 Resurrected. Она же буквально выглядит так, какой мы её запомнили долгие годы назад. А вот оригинал выглядит так, как будто эти самые годы незаметно, но ощутимо пролетели. Кроме того, иногда переиздания позволяют добраться до тех игр, которые при других условиях было бы крайне сложно достать. Например, пройти Metal Gear Solid 3 у меня получилось только благодаря его дополненной версии для приставки Nintendo 3DS. Одно время её достать было куда проще, чем диск на PS2, а пиратить вот совсем не хотелось. Для разработчиков плюсы, думаю, ещё более очевидны. Сейчас вовсю идёт волна хайпа по ретро, а у игр, которые собираются переиздать, уже имеется готовая фан-база. Практически беспроигрышный вариант. Ну, если не удалять туманы Silent Hill и не делать подобной глупости. Глядишь, так можно и давно забытую серию реанимировать. Четвёртый Crash Bandicoot не даст соврать. Кроме того, ремастеры и тем более ремейки дают возможность расширить игру, исправить в ней ошибки или вернуть вырезанный контент. Вот вам забавный факт про Reforged. Изначально в той самой последней миссии захват обелиска любой из сторон должен был наносить 500 единиц урона зданиям противника. Этот скрипт присутствовал в файлах миссии, но не работал, а в Reforged его починили. Я всё ещё не спорю, что лучше бы они сделали нормальную сетевую игру, но по мне вполне забавная деталь. И естественно, если бы всё было так хорошо, вы бы сейчас не смотрели этот ролик. Минусы у массовых переизданий тоже имеются. Пожалуй, самый большой из них — это возможность заново продавать ту же самую игру, прилагая к ней минимум усилий. Здесь можно сказать просто — Skyrim и GTA V. Там вот как раз их обе недавно анонсировали в сотый раз. Технически эти свежие версии не считаются ремастерами, но суть, думаю, вы уловили. Ну или вот более наглядный в этом плане Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Оригинал вышел в 2010 году, ремастер — в 2020. Видите на футаже разницу в графике? А она на самом деле есть. Например, освещение слегка изменилось и сглаживание подвезли. Но даже в таком сравнении это едва заметно, не говоря об отдельно взятой гонке на высокой скорости и без возможности сравнить с тем, как было раньше. Естественно, разработчики еще добавили несколько машин и трасс. Однако в целом это звучит как патч, который стоит дороже старой игры. И вот такая халтура не нужна. Здесь еще хочется упомянуть определенную стагнацию в геймдеве. Бесспорно, сейчас выходит куда больше тайтлов, чем раньше. Так что нельзя говорить о том, что разработчики совсем выбились из идей. Однако смотришь такой на тех же треть казаков и задумываешься о том, как было бы классно увидеть по-настоящему новую стратегию в этой серии. Никто не застрахован от случая, когда новая часть серии оказывается, мягко говоря, не тем, чего ожидали. Но видеть свежие идеи в полюбившейся серии всегда приятно. По повторам игр в ролике можно догадаться, что примеры у меня заканчиваются, а значит, пора бы перейти к выводу. Сами по себе переиздания не являются чем-то плохим. Даже наоборот. Старые геймеры всегда будут рады увидеть полюбившуюся игру в новой обертке. Новичкам будет полезно попробовать то, что они могли пропустить, а разработчики могут с этого получить неплохую прибыль. И поверьте, она еще как нужна для новых проектов. Более важно, что ремастер, ремейк, да в принципе любая игра сильно зависит от количества усилий, прилагаемых к ней авторами. Желающий легких денег студия может как накинуть текстурки побольше на свой прошлый проект, так и, скажем, сделать по нему мобильную донатилку. Глядишь, последний и больше профита от франшизы принесет. Вот с GTA на самом деле именно этого и опасаешься. Все-таки обычно до переизданий доживают признанные шедевры, а они точно заслуживают вдумчивой работы над ними. Вот такими получились мои рассуждения. Надеюсь, что это было не сильно похоже на дедовские ворчания. В любом случае приглашаю вас в комментарии. Расскажите, какие переиздания вас расстроили, а какие, наоборот, сильно обрадовали. Как всегда, буду рад видеть лайки под роликом, нажатый колокольчик и вашу активность в Дискорде, ТикТоке, на Твиче и ВК. Скоро услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!